здесь катятся все три да вот и сюда шипит собака что друзья погода ухудшается очень ухудшается погода дальше владивосток усурить говорят трассу закрыли за мило все нафиг сколько мне осталось 150 километров до места выгрузки буду заходить через белогорск по мода да через белогорск буду заходить вот так вот на благовещенск 150 место 150 километров до места выгрузки созвонился кран уже ищут на час времени и ребят знаете какая ситуация мне сейчас выгрузиться надо потом успеть загрузиться сегодня на два часа по идее но это все полная херня что на два часа потому что едут грузится в хуйни курган наш любимый там может и завтрашние два часа это быть и надо успеть сваливать отсюда потому что погода здесь все ухудшается вот снег валит видите какие завихрения на дороге снежные вот а дальше туда на сторону дома там говорят култук стоит кемерово тоже что-то дорога не особо хорошая короче испытания друзья 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 я вас всех поздравляю благовещенск ребята всем вам огромный привет все всем всем кто меня здесь знают и живет всем огромный привет но и также подписчикам остальным всем огромный привет короче друзья осталось два с половиной километра и повернули налево вот время без 15 час местного времени час дня договорился договорился на то что час приеду вроде сказали что решат с краном по поводу выгрузки посмотрим как она все получится и друзья дела план на сегодняшний день идеальный план это сейчас я выгружаюсь загружаюсь сегодня же по сути у меня сегодня загрузка и выезжаю уже обратно направление это конечно самый идеальный план на сегодняшний день посмотрим получится у нас или нет так где-то здесь ребят налево 400 450 метров налево чтобы разбираться куда здесь налево там к это фура стоит прямо с на обочине может пока там у нее встать хотя поворотом до нее еще будет так 200 метров налево 100 метров налево такая пока на обочину встану что я не могу понять куда ехать ребят сзади пропущу красная звезда базовый что-то а сельскохозяйственная техника вот похоже сюда мне надо сельскохозяйственная техника официальный представитель зоом леон дв ст что там так аварийку включил все друзья наконец-то слава богу мы добрались до благовещенска миссия почти выполнена нам осталось выгрузить сток 3 тонны друзья 7100 километров дистанция 3 тонны груза всего да далась эта дорога не сказать что легко проскальзывал наверное везде начиная от стоянок заканчивая стоянки с утра начиная со стоянки и вечером на стоянке заканчиваю скользил и издешево слава богу все добрались все пошел и одеваться и пойдем туда оформляться на выгрузку чуть-чуть отъехал ребят от метров наверно 200 а вот много шин навалено да вот возле нее надо встать вот это похожий кран будут выгружать готов сейчас человек через две-три минуты говорит подойдет сейчас на будку и чуть сделать задним ходом туда сразу заехать потому что там я не развернусь нифига нигде на чтоб то задним ходом заехать на всю дорогу перекрыть короче сейчас будет очень такой опасный момент а по-другому не получится если я там мордой зайду то мне намного опаснее будет оттуда выезжать потом задним ходом а я после этих двух пойду и потом надо будет как-то все перекрыть я думаю меня поймут отсюда вообще задним ходом буду заруживать да конечно мероприятие опасненько на аварийке сзади машинка блин давай объезжаем ну все друзья я этот момент не снимал потому что как бы либо ты безопасно заезжаешь либо ты снимаешь фиг его знает отвлекаешься стоп все слава богу никто в нас не въехал ох офигеть опасно опасно друзья не советую так никому делать но порой бывает выбора просто нет все автономка включая пошел я открываться я наверно весь ерошины я только что выкинулся время 8 москва местного получается что два часа дня час времени на выгрузку и оформление документов это очень здорово очень круто мне все понравилось так нам прямо программа минимум друзья мои на сегодняшний день выполнена но это только минимум по идее в оригинале в оригинале программу максимум бы сделать это лечу на погрузку всеми нами известный и любимый куни курган по идее то он к не курган называется но такие моменты так называю вот еду на погрузку друзья посмотрим что получится давай лёха обходи меня я туда перестроюсь капец что-то машин смотрите сколько стоит вот это жопа мира блин парни это походу чё все на погрузку здесь охренеть куни курган блин вот это да пойду сейчас узнавать спрашивать интересоваться чё там как вообще вот это жопа мира конечно назара нет так где-то тут а вот индикатор загрузки юра делаю как ты говорил вот такая вот сейчас фотографирую это же чтобы знать чё было и что стало так вес груза сброс выбрать тип груза и выполнить сброс вес груза сброшен все получается все подъехал на рампу сейчас буду грузиться что друзья меня загрузили тихонечко отъезжая и смотрим нагрузку 9 5 6 8 здесь почему-то не открывает все индикатор нагрузки с ручника еще раз снимаю снял с ручника ведущая 9 5 по рецеп 6 и 8 все отлично солярку дозаправлю до полного бака будет где-то 9 и 8 9 и 9 короче все нормально все пошел оформляться документы ну то есть документы мне уже дали мне осталось их просто подписать сходить и все можно будет выдвигаться так все отъезжаю оказывает 21 тонна в прицепе по документам 2400 время 12 часов москва местного 6 часов вечера температура минус 19 за сегодня друзья куда бы идти за сегодня даже не знаю сейчас выйду там решил сходил немножко поругаться на заезде все стоят я выехать просто документы отдать и выехать а стоят на заезде потому что оформляются к шлагбаум подъедут и оформляется думаю пойду поругаюсь немножко заколебал это ждать все почему то я машину оставлял на дороге потом сходил пешком оформился и мне сказали заезжай я просто сразу моментально заехал ну короче к пацанам то предъяв то никаких нет окажется парни тут просто задолбались уже сами стоять ждать мы говорит уже братан знаешь сколько ругаемся с этой всей херней все так подъезжают и стоят оформляются вот поэтому с парнями там я тут пообщался и парни то нормальные оказались они оказывается мы говорит вот из-за того что вот здесь вот смотри вот смотри шахман сразу сюда едет к шлагбауму пошел нафиг блин они вот сразу к шлагбауму вместо того чтобы я не знаю тут конечно может и места нету оставить машины я не знаю блин вот сейчас вот он здесь забьет место и пойдет оформляться на заезд все его будут ждать но тут места нету машину стать конечно да это конечно плохо очень жопа полная все вон поехали парнишка правильно сказал вот когда здесь откроют выезд дополнительный проблем не будет все правильно а то один заезд один выезд это очень проблематично так что ладно всем удачи на дорогах всем шершавой ну что друзья время двенадцать двадцать семь время шесть часов двадцать семь минут вечера местного времени все я тихонечко выезжаю поехал не сейчас вот здесь справа тормозну туманки включу чтоб видно было здесь справа тормозну переоденусь в домашнее так называем и потом уже поеду ну что друзья где ночевал туда же и вернулся под такую красивую песню куда встанем машину поставим братва да вопрос конечно да здесь занято так свет выключу чтобы не слепить товарища в зеркало автовозик дафик может рядом с дафиком сюда залить с автовозиком вот этот мне не помешает торговаться такая не знаю да нет наверное не должен попробуем что ли сюда залезть что думаете да все нормально все нормально дверь он откроет спокойно выйдет без проблем вообще слева нормально с права нормально минус семнадцать глушу машину а автономку на двадцать девять все фары выключил на стоянке сейчас покушаю лягу помонтирую видашку братья на завтра наконец-то и завтра я вот хочу выспаться я вот реально завтра хочу выспаться эту ночь имеется ввиду и уж потом начинать работать нужно хотя бы один день поспать хорошо потому что я до этого ребят все ехал по четыре часа спал где-то по пять может удавалось все давайте всем доброй ночи ну что друзья всем доброе утро наконец-то я выспался ребята прям от души так поспал вы знаете с вечера даже будильник не ставил а потом с утра так и выспался ну думаю еще что ли немножко поваляться и уже потом будильник я поставил потому что я думаю сейчас я блин поваляюсь так слева нету до середины дня блин просто так поэтому решил будильничек немножко поставить но все равно встал до него короче выспался офигеть нифига не как удлинили его утяжелили его офигеть надо что только не возят с востока я вообще офигеваю друзья на заправку надо заехать чтобы до 4 хватило сколько так литров 200 залью я думаю до 4 хватит до 4 1500 да непонятно сколько вот здесь от литров у меня так если половина это 600 значит где-то здесь 300 300 если 200 еще залью братишка ты тоже на заправку стоишь да на обочине берем да а там видно будет да короче наверное 400 литров друзья заправлю что-то как-то немножко не габаритик надо было тебе немножко правее взять туда 400 литров возьму и ехать еще на тысячу 300 мне до 4 пусть будет немножко запасов нафиг а а а а лиса друзья бегает где-то здесь находит он я ее печеньками приманил вот может быть сейчас я ее на дорогу купю 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 сейчас побежит прикол не бойся не бойся не бойся с дороги только уйди там машина едет он бежал прикол я еще друзья лису никогда не кормил иди отсюда иди вон туда вон туда беги дальше 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 еще нет вон да где-то там смотри по запаху ищет глаза красные офигеть здоровая лиса блин боится шугается всего вон там там ай нафиг тебя вон там я печенька выкину наверное нельзя их все таки прикармливать у кафешек всяких фиг его знает выходить не буду еще покусает остановимся кофе попить смотрю лиса бегает ну я и позвал ее сюда вон она друзья возле знака стоит лисичка так туманки включил ближний свет включил сейчас дальний включу чтоб вам лучше было видно да какие долбоебы ребята пиздец да на то ли травм долбоеб ебаный я тебя съебал бы сейчас нахуй у тебя щепки столько полетели блин ну и поверь все у тебя блять впереди маленькая блять идиот ты нас блять хуяришь перед стоянкой глаза выпучим все ну ебаный кусок ебаный охеренно мне разоружь нас я тебе ебаный ты смотри что ты со стоянки уходишь машина блять идиот какая тебе разница стоянка не стоянка блять я манит вам хочу нормально ты валишь передо мной блять а теперь паспак сюда давай проходи да друзья я не удивлен почему лисичек так часто сбивают она вообще нифига походу не видит я ей говорю уйди с дороги камаз едет пофигу вообще как будто меня не понимают что лисички у него у него а Субтитры сделал DimaTorzok